Президент Франции Николай Саркази, который недавно стал жертвой мошенников, вновь оказался в центре скандальной истории. Глава республики подает в суд на производителей, изображающие его куклы Вуду. Как утверждают в Елисейском дворце, Саркази возмутила не столько возможность навести на него порчу, потыкав фигурку иголками, сколько нарушение авторских прав. По мнению адвокатов, только Николай Саркази имеет эксклюзивное право на использование собственного образа. В букве закона «Элементы черной магии» разбирался Вадим Глускер. Директор парижского издательства КНБ Жан-Франсуа Ковальски никак не предполагал, печатая сатирический справочник по колдовству, что теперь ему самому понадобится, если не магическая сила, то хорошие адвокаты. Идея состояла в том, чтобы издать смешную книгу и в приложение к ней выпустить игрушку. Комплект задумывался недорогим, чтобы каждый мог его купить. Никакого злого умысла не было. Мы и не предполагали, что это пособие можно использовать для наведения порчи или другого колдовства. Мы не хотели никого обидеть. Это инструкция по Вуду. Это тряпичная кукла президента Саркази, выпущенная в Китае. Здесь же колдовские аксессуары. 12 иголок и подробное описание того, как эти иголки втыкать в Вуду президента. А для этого вам предлагается цитатник, список знаменитых высказываний Николая Саркази. Например, работать больше, чтобы зарабатывать больше. Либо ты любишь Францию, либо ты ее покидаешь. Ну и, наконец, крылатая уже фраза от Николая Саркази. Отвали, жалкое ничтожество. Согласно религии Вуду, через куклу, используемую при колдовстве, можно воздействовать на человека, которого она изображает. Поэтому в инструкции по применению иголок указывается, что с помощью заклинаний президента можно сглазить и помешать ему таким образом наносить вам дальнейший вред. Впрочем, такой свой образ не понравился президенту Франции. Николай Саркази через своего адвоката заявил, что вне зависимости от своего статуса и известности, именно он обладает эксклюзивными правами на свое изображение. И в этой связи обращается в суд с требованием изъять подарочный Вуду набор из продажи. Мы считаем это требование непропорциональным ответом. Эта кукла всего лишь забавная игрушка. Насчет наведения порчи ничего сказать не могу. Эта кукла просто помогает людям расслабиться, снять стресс, особенно если он связан с действиями некоторых политиков. Завтра парижский суд должен вынести свой вердикт, что делать с практическим руководством по политической магии. Вообще Николай Саркази один из немногих президентов, который уж очень любит судиться. Недаром, что по основной профессии адвокат. То он подавал в суд на компанию Рионер, которая использовала его фотографию вместе с супругой в рекламных целях. То с журналистами Нувель Обсерватор, которых обвинял в нарушении тайны его личной жизни и так далее. Впрочем, Николай Саркази, как выяснилось, не одинок. У него есть подруга и не Карла Бруни, а Сигален Руаяль, бывшая соперница на президентских выборах. Точно такая же тряпичная кукла, выпущенная в Китае. Такой же набор иголок и цитат. Например, да здравствует свободный Квебек. Выяснилось, правда, что Сигален Руаяль тоже не любит магию и готова подать в суд на издательство. Вадим Глузкий, Евгений Ковалев, Парижское бюро НТВ.